Закройте глаза и доверьтесь мне. Купите у меня услугу, какую-либо вещь, но сначала дайте деньги, а я вас непременно обману. Именно по такой схеме работают мошенники, артистично обводя вокруг пальца наивных граждан. Куда обращаться? Можно, конечно, на прямую милицию, но бывает такое, что тяжело найти состав преступления. У людей просто опускаются руки, и тогда на помощь приходит Брестское общество защиты прав потребителей. Поступает большое количество к нам предложений, а именно рассмотреть ту или иную ситуацию. Соответственно, мы рассматриваем такие ситуации на безвозмездной основе, в которой сталкивается потребитель. А потребитель на сегодняшний день сталкивается как с некачественным оказанием услуг, также предварительно оплачивает денежные средства, а потом ни денег, ни товара не получает. Поэтому в данном случае информация нужна для потребителя. Соответственно, столкнувшись с такой ситуацией, он обращается к нам. Случаев много, и все они однообразны. Сегодня упомянем лишь об одном. Житель города над Бугом Артем Виноградов доверил свой автомобиль на перекраску в автосервис, а в итоге получил свою машину не в лучшем виде. Автомобиль делался более чем 4 месяца. В то время, когда я забрал автомобиль, он оказался с множественными дефектами, на что обратился снова же в эту компанию на устранение дефектов, отдал по гарантийному ремонту, на что машина простояла еще месяц, даже больше, и ничего не сделалось, только еще хуже. При этом же нанеслись некоторые повреждения, стекол, лобового стекла, заднего, лакокрасочные дефекты в достаточном количестве. Что сразу же пошел, попробовал договориться с ними о разрыве договора. Деньги не собирается возвращать. Сказали решать проблему все только через сутно, что сразу же пошел, обратился в отдел прав потребителей. Сегодня молодому человеку помогает директор общества защиты прав потребителей Владимир Леоненко. Защитить свои права в суде и, наконец, добиться толку от горя автослесарей. Результат хода разбирательства смотрите в нашем расширенном выпуске в субботу в 19.30 в программе «Итоги недели».